И в первых двух главах царь Соломон, он доказал, что погоня за материальным, это погоня за иллюзией такой, да, пар. Пар, как он сказал в самом начале, что «аколь эвелевелим» – все пар паров. Все пар паров, сказал царь Соломон, и потом он говорит, ну я вот пытался, исследовал, искал, а может что-то, может другое. В итоге нет, он сказал, все я понял, все пар паров, и поэтому говорит, что же делать дальше. И вот мы будем сейчас узнавать, что делать дальше, что он нам советует делать дальше. Сейчас мы как раз все узнаем. Итак, третья глава, вы можете, если у вас есть бот «Коль элит Экклезиаст», вы можете прямо следить, или книжка, скоро выйдет моя книжка с комментариями, кстати, должна уже в октябре выйти. К концу октября должна выйти книжка в книжнике-издательстве «Коль элит Экклезиаст», и потом мы ее издадим тоже в Израиле. И вот третья глава, она известна, потому что, в принципе, вот эта мудрость царя Соломона, она потом разошлась по всему миру, и так как копирай тогда не использовали, то не соблюдали, то она как бы дошла до нас в разных-разных интерпретациях от имени Вет, от имени там еще каких-нибудь источников, да. Но сейчас вы узнаете все эти отрывки, в оригинале это звучит так. «Ликоль зман Вет, ликоль хэфэстэхаташимайм». Он говорит, для всего есть время, и для всего есть срок. Вот это очень важно на еврейке, разные слова, время и срок. Сейчас мы разберемся с ними. Для всего есть время и срок, для каждой вещи под солнцем. Это уже практическое руководство, как жить. То есть, вот, например, человек говорит, сказал он ЦСМО, что все иллюзия, да. Все иллюзия, вот ты зачем не погонишься, оно все это огорчение, огорчение для духа, и все это эвель, да, все это пустота. А как же жить тогда? Он говорит, знаешь, что есть хозяин мира. Этот хозяин мира, Бог, Творец Мироздания, он все запрограммировал шикарно. То есть, ты можешь не волноваться, ты каждый вечер ложишься спать, и 8 часов ты лежишь отключенный, да, ты же не управляешь ни собой, ни своей жизнью. Просыпаешься, но вы свеже. А если ты пытаешься контролировать свою жизнь, лежишь и думаешь, как мне поступить, а почему то не так, а то не так, а здесь не то, а то не то, но ты не выспался, что же ты так в своей жизни пытаешься управлять, и даже выспаться не можешь, даже заснуть не можешь. А человек, который полагается на Всевышнего, и он говорит, даст Бог день, даст Бог пищу. Проснусь, как-то я до этого момента жил, вообще как-то я родился, значит, Всевышний как-то он миром умеет управлять без моих волнений и забот. Такой человек, он хорошо спит, утром проснулся новый, и опять вот тут вопрос. Большинство людей кажется, что они управляют своей жизнью, что они пытаются все контролировать, они как бы вот такие вот все строят планы, стратегии, десятилетние планы, пятилетние планы, восьмилетние планы, кто на что гораст, казенные, какие-то люди и так далее. Говорит нам царь Самон Мудрежий из людей, он говорит, послушайте, всему свое время и есть срок для каждого дела. Он говорит, есть срок рождаться и срок умирать. Он говорит, что ты волнуешься, ты же не знаешь, ни когда ты родился, ни когда ты умрешь. То есть ты же ни в этом не участвовал, ни в рождении своем не участвовал, ни в смерти своей участвовать не будешь. Придет срок, у каждого свой срок, не толкаясь. Знаете, как есть известная история, когда комар один в поезде толкал поезд. Он уперся, значит, в стену вагона и, значит, махал так, крылом подталкивал. А второй комар его спрашивает, говорит, а что ты делаешь? Говорит, я подталкиваю поезд, чтобы быстрее доехать, я спешу. Вот примерно так же человек, который он очень переживает за свою жизнь, он вот как этот комар. Переговорит царь Самон Мудрежий дальше. Эт ли таат, вэт ли аккорна туа. Он говорит, а в природе как идет? В природе идет точно так же. Время насаждать, и есть время, когда нужно убирать насаждение. Тоже здесь очень интересная вещь такая, да? Мы сейчас живем в мире, во всяком случае, питание есть. То есть большинство людей в мире страдают ожирением сейчас, да? Больше людей страдают ожирением, чем от голода. Так вот, а раньше-то больше страдало от голода, лет сто назад. И я думаю, что большинство из слушателей этого урока, и большинство из восьми миллиардов людей, живущих в мире, они не участвовали в такой продовольственной революции, да? Они просто пользуются плодами того, что когда-то какие-то неизвестные им люди, им пришла в голову идея, как там генномодифицированные продукты делать. И теперь вот мы сидим, кушаем, написано без ГМО, да? На каких-то упаковках. Например, тот же хлеб, это все ГМО. Вот вся пшеница, которая сейчас есть, это генномодифицированная. Поэтому хоть пиши без ГМО, хоть не пиши без ГМО. В принципе, вся еда на сегодня практически, которая доходит до нас, она каким-то образом генномодифицированная. Но не надо волноваться, потому что как мы не участвовали в том, чтобы исчез голод, также мы не участвуем в том, что продолжительность жизни с 1950 года выросла в два раза. И также мы не будем участвовать в том, что в ближайшие 20 лет медицина изменится под влиянием искусственного интеллекта. И она изменится также. Во всяком случае, есть, это называется, непроекция. Ну, то есть, если мы наблюдаем, как улучшалась жизнь и продолжительность жизни людей за последние 100 лет, то есть у нас, сейчас кто-то, может, напишет в Фейсбуке или в Ютьюбе, как это слово называется? Когда ты можешь предсказывать развитие по ряду параметров, вот оно будет также продолжаться. Есть у нас, ну, в ноябре это называется хазока. Да, хазока – это когда повторяющийся процесс, он идет. Перспектива. Есть перспектива, но я имел в виду другое слово. Ну, вроде проекции есть такое красивое слово. Теперь, дальше. Время. Дальше он продолжает царь салон. Время убивать и время лечить. Значит, здесь вот многие сейчас, многие сейчас думают экстраполяция. Хорошо, время убивать и время лечить, говорит нам царь салон. Что за время убивать? Мы видим, что он же жил 3000 лет назад, царь салон. 3000 лет назад он жил, и в то время были народы, которые исчезли к нашему времени. Этих народов было очень много. Много было разных народов, которые мы сейчас даже вообще не знаем, кто эти были, там, франки какие-то. Где эти все древние греки, троянцы, где были вот эти вот, которые были до греков и до римлян, которые жили там до римлян. Целое было очень развитое царство исчезло. Вот в Риме кто был, то там рассказывают. Вот здесь до римлян жили какие-то там римлян, которые пришли неизвестно откуда, а потом они исчезли. То есть было там царство древнее, там, в месте Рима. И, значит, говорит нам царь салон, что есть время, когда исчезают целые народы, а есть время, когда исцеляются, да? Что значит, когда исцеляются? Давай посмотрим. Есть время исцеления, когда, например, пришли... Вы знаете, был такой человек, звали его Вальдемар Хавкин. И вот этот Вальдемар Хавкин, который вначале был в Одессе среди студенческих восстаний, он был такой революционер в 1910 году. Он воевал против царской власти, там, такое. Потом он стал ученым, уехал во Францию, работал там в лабораториях великих каких-то ученых того времени. А потом этот Вальдемар Хавкин, он изобрел вакцину, которая спасала от холеры. А в это время в Индии умирали миллионы людей от этой холеры. И он, значит, уехал в Индию, Вальдемар Хавкин. И там он, можете прям погуглить про него, он спас больше людей, чем кто-либо другой в мире. То есть, если посмотреть там, Дитлер, например, чтобы все равно свое имя, он был злодей, который уничтожил 6 миллионов в Индии и около 80 миллионов погибло во Второй мировой войне в общем. То есть, он виноват в гибели 80 миллионов человек. У всех у них были семьи, родители, дети и так далее. То есть, он просто был животное, которое хуже животное. Даже нету слова для него. А вот в это же самое время Вальдемар Хавкин, он своими вакцинами спас около 100 миллионов индусов. То есть, если смотреть, кто был самый плохой человек-убийца, который маньяк, это Дитлер. А самый хороший человек прошлого века, это был Вальдемар Хавкин, который он спас своим изобретением, за которое он не взял денег. Он его подарил Индии. Значит, он взял, ничего не взял с этого. Он спас 100 миллионов человек. И вот здесь написано, время убивать, время, не время, а срок убивать, срок излечивать. То есть, идут эти процессы, в которых мы тоже не участвуем. Цель Самоном здесь говорит, что не слишком волнуйся, потому что самая вещь, которая больше всего убила в этом мире людей, это стресс. Это вот это вот волнение, стресс. Это самая причина всех заболеваний, проблем и так далее. Люди от страха совершают совершенно невероятные вещи. Страх сжигает всю их жизнь. Дальше он говорит, срок лифроц? Есть время проламывать, да? Есть срок лифнот? Есть время строить. Он говорит, да, действительно, есть эпохи в мире, когда сменяющие одна другую. Тут, значит, Первая мировая война. А до Первой мировой войны была вообще, войны не прекращались. То есть, раньше, кстати, это очень интересно. Вся история человечества, вот последняя, начиная с... Ну, вот сколько она наблюдается, да? Вообще история человечества наблюдается с сыновей Адам Ришона, первого человека. И Каин и Эвеля, это были первых два сына у Адама, первого человека. И Каин убил Эвеля. То есть, мы видим, что вот эта вот сущность людей, она как бы была изначально вложена. И сейчас мы в бою намного реже и намного мягче, чем воевали раньше. Потому что раньше воевали, просто приходили и победитель уничтожал проигравшего, просто уничтожал, вырезал всех мужчин. Например, если вы почитаете, татаро-монголы, которые заходили в города, они вырезали просто всех мужчин, просто без исключения. А женщин продавали в рабство. То есть, мы сейчас живем в очень гуманное время. Хотя тоже мы видим, что остались люди негуманные. Вот эти вот пришли хамасовцы, которые просто убивали женщин, детей, руками вырезали. Теперь Израиль убивает этих хамасовцев. И так как хамасовцы, они скрываются за своих же женщин и детей, они как бы под юбки залазят, из под юбок стреляют. То, конечно, а так как убийцу, и должна быть справедливость, убийцу надо убить. То они так как перекрываются жиром щитом. И в общем, это очень... Ну, сегодня это тоже мы гуманные люди. И в Украине то же самое происходит. Мы гуманные люди, нам это кажется уже страшным. Но то, что было раньше, когда были татары-монголы, когда были те же фашисты, да, которые просто концлагеря уничтожали людей, детей, массовые убийства, было намного хуже. И вот говорит нам царь Саламон 3000 лет назад, что есть время, когда разрушают, есть время, когда строят. Строг, именно этот строг. Есть срок плакать, есть срок смеяться. То же самое он говорит. Есть момент, то есть он призывает нас жить в моменте и понимать, что этот момент, в котором мы живем, он обязательно сменится другим моментом. И не надо смешивать эти моменты, пытаясь предугадать, какой будет следующий момент. Мы не знаем, какой будет следующий момент. И вот эта попытка предугадать, особенно попытка предугадать негативно, это то, что больше всего портит жизнь людям. Когда человек, он находится сейчас, есть известная история в Талмуде, когда родился ребенок. И, значит, был Брит Милай, это заповедь обрезания, значит, это большой праздник, на восьмой день делают обрезания. Это очень огромный, важный день. И все радуются, смеются, поздравляют родителей. А один, значит, стоит и рыдает. Ему говорят, а что ты плачешь-то? Он говорит, ой, как подумаешь, что этот ребенок, вот он только родился, ему только восемь дней, и с каждым днем он приближается к дню его смерти. То есть, это получается, значит, что уже он еще на один день приближается к смерти, я плачу. Ему говорят, нет, говорят ему. Вот написано, четвертый отрывок третьей главы в Коэрике. Срок есть плакать, это на похоронах. Вот когда будет похороны, тогда надо плакать. Сейчас срок смеяться, радоваться, то есть не путайте два момента. Дальше он продолжает в этом же отрывке. Эд, спот, есть срок, эспет, это когда поминают умершего, говорят о его жизни, о его хороших делах и так далее. А есть эд, ркот, эль, ркот это танцевать. Значит, есть время свадьбы, зачем на похоронах, надо говорить эспеты. А на свадьбе нужно танцевать, радоваться, что родятся дети. Срок Леошли Хаваним, есть время раскидывать камни, есть время, срок собирать эти камни для строительства. Известна тоже история, когда стояли раби Атива, еще два мудреца стояли в Иерусалиме возле развалин Иерусалимского храма, который разрушили римляне. И стоят эти, и выбежала оттуда лисица. И два эти мудреца, они начали рыдать, они стоят и рыдают, а раби Атива начал смеяться, а он смеется вообще, а ухахатывается. Они говорят, Атива, почему ты смеешься? Это, ну, после разрушения храма, там, гражданская, ну, было римляне, вырезали вообще сотни тысяч евреев, ограбили этот храм, вынесли все храмовое золото. Она до сих пор хранится в Ватикане, есть в Риме, есть триумфальная арка, и там есть прямое изображение, как тянут эту золотую минору из храма. Значит, ну, вообще, жуткая ситуация, и они рыдают, потому что они видят, как из святая святых, там, где раньше была святая святых, выбегают из развалин лисица. А раби Атива смеются. Они ему говорят, чего ты смеешься? Он говорит, о чем вы плачете? Они говорят, ну, неужели ты не видишь, что это там, где был храм святая святых, и сейчас оттуда выбегают лисицы, все разрушено. Он говорит, так от этого я и смеюсь, потому что написано в книгах пророков, что будет разрушен второй русалимский храм, и будет построен третий русалимский храм. И бери, я из того, что он разрушен сейчас, я понимаю, что теперь скоро будет построен третий, все, значит, чего мне плакать? Вот тут тоже интересная вещь, что вот этот вот срок плакать и срок смеяться, срок раскидывать камни, срок собирать камни, срок обнимать и срок отделять, ну, как бы отдаляться от обнимания. Вот этот срок, это все разные моменты, да, но говорит он человеку, не напрягайся так сильно, то есть ты просто в этой жизни наблюдатель, который действительно есть у тебя свобода выбора, но по факту твоя свобода выбора, она только влияет на то, какое действие ты сделаешь следующее, на что ты обратишь внимание, какое ты примешь решение. Все остальное вообще не под твоим контролем, так и не парься, зачем тебе париться, что будет? Будет увидишь, значит, хорошо. Теперь дальше он говорит, срок ли вакэш, есть срок, когда надо просить, есть срок ли обет, есть срок, значит, когда теряют то, что есть у человека. То есть, получается так, что вот человек, он ищет он то, что у него, я когда-то слышал такую историю очень интересную, значит, в этом один раввин из таких великих раввинов в Израиле, он вспоминал, когда был день памяти жертв Калакоста, он вспоминал историю своей семьи. И он говорит, что мои родители, они были из Литвы, и папа был очень великий мудрец такой, да, молодой, то есть, есть вот, ну, у каждого разные способности в постижении Тора, он был просто гений. И вот такие гениальные ребята, они учились в одной ешиве для таких гений в Вильнюсе, Вильна. И, значит, было принято тогда, что самые богатые евреи религиозные, они старались выдать своих дочек за вот этих гениальных мудрецов, и они давали очень большое приданность за своими дочками, чтобы этот мудрец мог, он как ученый такой академик, мог всю жизнь спокойно изучать Тору и не думать о том, что ему надо зарабатывать деньги и так далее. То есть, для них это было, во-первых, это была гордость соединиться с великими мудрецами, во-вторых, они потом финансировали издание книг этих мудрецов, в-третьих, у них рождались гениальные внуки, которые могли идти или по линии стать мудрецами, или идти помогать дедушке заниматься бизнесом. То есть, очень была такая практика, значит, поддерживать великих мудрецов и стараться с ними породниться. И вот он учился в этой Ишиве, и, значит, ему предлагали разных невест, которые были с огромными приданными, он решил жениться на дочке раввина главы этой Ишивы, который вообще за этой дочкой не мог дать приданного, он был просто тоже мудрец, который когда-то женился не на очень богатой девушке, и у него тоже не было денег, он просто был преподаватель Торы в этой Ишиве. И он, его папа, решил жениться, вот этот мудрец молодой, решил жениться на этой девушке. Он женился, им не дали никакого приданного, им дали только маленькую комнатку, прямо отделили одну комнату от комнаты, где жил ее отец с семьей, и они в этой комнате родился ребенок, вот они живут с этим маленьким ребенком, потом родился второй ребенок, а у них вообще они в одной комнате все живут, да? И значит, этот продолжает учить Тору, начинает преподавать его папа, и говорит, и тут начинается война, и все, кто были в этой Ишиве, у них у всех были там дома, фабрики, приданы, то есть они надеялись, что все обойдется, и они не убегали. А он говорит, а мои папа и мама, у них не было ничего, никакого имущества, они просто взяли детей и убежали, и было где-то 6 тысяч человек, спаслись из Литвы тогда, как раз был японский консул, который выдавал визы, великий такой праведник, который выдавал визы, чтобы могли уехать евреи из Литвы. И значит, он говорит, мои родители сумели так убежать, и вот потом они переехали в Израиль после войны, и вот я там, вся семья осталась живой. Это то, что здесь говорит царь Соломон, что есть строкливый кэш, и большинство людей не все время что-то просят, просят у Всевышнего, у жизни, все время стремятся. Есть три комнаты хотят пять, есть пять хотят дом, есть дом хотят еще один дом, потом еще двадцать пять домов и так далее. То есть, все время бесконечная просьба ко Всевышнему дай, дай, дай. Но иногда он говорит, есть срок терять, и иногда потерять это выгоднее, чем найти. То есть, это тоже человек, он никогда не знает последствия того, что с ним происходит. Дальше он говорит, есть срок рвать, и есть срок сшивать. Рвать – это когда кто-то умирает из листьев, рвут одежду, а есть срок сшивать, там, сшивают переданное. Есть срок лякшот, есть срок молчать, и есть срок говорить. То есть, иногда, за одно лишнее слово, человек может, там, сесть в тюрьму, раньше такое было, да, где-то что-то сказал в Сталин в те времена, оп, его посадили. А есть время, срок, когда надо сказать, надо говорить. Тоже есть известная история с времен, там, революции, когда бандиты Махно остановили поезд, и в поезд ехали красноармейцы, и бандиты эти выстроили, значит, и ходит Махно, пилит ножницы, ногти, и говорит, вот этого расстрелять, и хватает красноармейца, расстреляли он, вот этого расстрелять, того тоже расстреляют, вот этого тоже расстрелять. И тут красноармейцы, он, не выдержали у него нервы, он кричит, не надо, я не хочу, я хочу жить, не надо меня расстреливать. Махно говорит, этого не надо, он не хочет. И иногда надо сказать, да, что, а иногда надо молчать. Вы знаете, наверное, может быть, Литва какое-то время и была под Советским Союзом, да? Ну, фабрики, а у них же могли дома-то быть до этого, дома были до этого, если даже в сороковом году она стала под Советский Союз, но придано это осталось, были люди с имуществом, даже в советское время, вот она пишет, что в ютюбе, что не было фабрик, ну, может фабрики не было, а дома были, и те люди, у которых было имущество, у них оно и оставалось. Так что есть срок молчать, есть срок говорить, есть срок любить, есть срок ненавидеть. Вот тут тоже интересная вещь, что вот есть, например, заповедь «Возлюби ближнего, как себя». А царь Давид, например, он говорил, что ненавидящих Бога я буду ненавидеть. И тут тоже очень важно понять, когда мы учили целую книгу про качество характера, путеправильников, когда, какое качество использовать. Поэтому есть срок любить, а есть срок ненавидеть, и главное не перепутать. Не перепутать, потому что иногда можно перепутать. Теперь есть срок войны и есть срок шалома. Вот прям можете посмотреть, это отрывок 8 в 3 главе. Царь Псалмон писал, что есть срок для войны, есть срок для шалома. И это очень интересно, что шалом наступит по-любому. И закончится война в Израиле здесь, потому что уже было сколько войн, и все заканчивали, слава Богу. И закончится война между Украиной и Россией, потому что 100% она закончится. И есть срок войны, и есть срок шалома. И будет этот шалом в любом случае. И это надо понять. То есть это вот, это мудрость такая. Да есть срок этому, срок этому. И сейчас срок войны, потом будет срок шалома. Теперь он дальше говорит. И 9 отрывок, вот мы на этом 9-10 подведем итог сегодняшнего урока. Он говорит, какая, говорит, польза, мой трон. Какая, что остается. И трон это как избыток, да. Что польза. Какая польза делающему, когда он слишком утруждается. Он говорит, если всему свой срок, и все это управляется с неба, зачем слишком утруждаться? Зачем делать излишние сверхусилия, когда результат, он все равно зависит от Всевышнего. То есть, может быть, можно было сделать намного меньше усилий, а результат был бы лучше. Понятно, да или нет? И он говорит, 10 отрывок, видел я такой аспект, что Всевышний дал людям для того, чтобы Леонод был. Леонод, опять же, уже несколько раз это использовалось. Есть такой глагол, вы видите, Леонод это изнурять с одной стороны, а с другой стороны отвечать. Видел я, говорит царь Самон, такой аспект, что Всесильный Бог, Творец Мироздания и Хозяин Мироздания Всесильный, дал он людям этот мир для того, чтобы отвечать им или изнурять их. То есть, с одной стороны, ты должен сделать какое-то действие минимально достаточное для того, чтобы получить результат. Но больше действия, оно не всегда даст тебе лучший результат. Оно может, наоборот, уничтожить результат. Самый простой пример – это выращивание растений. То есть, вот купил человек цветок, говорит, буду выращивать этот цветок. Цветок надо поливать, например, по инструкции, стакан воды в неделю. А этот человек, он говорит, ну я буду, я же человек старательный, работящий. Ну что, мне тяжело каждый день поливать. Буду каждый день поливать. Пусть вырастет больше. Вода бесплатна, значит все. И он давает этот цветок поливать каждый день. Что будет с цветком этим? Он разрушится, он погибнет. Поэтому продолжает он 11-й отрывок, что все сделал Бог прекрасным в свой срок. И весь этот мир, и написано слово «мир» без буквы «вав», то есть таким «мр», если по-русски, без «и». Значит, сейчас будет понятно, почему «мр» написано. Вот в переводе это никак не передашь, да? И также мир, вот весь мир, да, дал он в сердца людей, без того, чтобы нашелся хоть один человек, который знает все, что делает Бог, от начала и до конца. То есть он говорит, все равно ты не видишь ни причинно-следственных всех связей, ни что в это время происходит во мире. Вот, например, сейчас идет война там, Украина-Россия. Мы видим кусочек «мр». Мы видим вот через призму вот этих комментаторов, каждый на своей волне, у кого там мозгов нет, у кого его проплатили. Кто-то просто думает так, как он думает. Он же тоже видит «мр». Он видит только часть информации. Он говорит, нет человека, который увидел бы все, что делает Бог, от начала и до конца. И на каждую точку в пространстве, на каждый день, на каждое действие влияет множество векторов. И все эти вектора не может человек увидеть. Человек планирует себе, я буду делать так-так. Он планирует, но в это время Аннушка уже разлила масло. Все, нет уже. То есть он может сколько угодно планировать. А есть какой-то фактор, который он по-любому не может учесть. Слушай, не видит человек все факторы. Поэтому он говорит, что нам остается? Верить, что Всевышний сделал все Яфе, все прекрасно, в свой срок. И мир он дал людям, в сердца, без того, чтобы нашелся хоть один человек, который знает дело всесильного от начала и до конца. Ну давайте я закончу на позитивной ноте. И знал я, говорит, что И он говорит, и понял я, что нету никакого другого добра, а только радоваться и делать добро в жизни своей. Это вот мы на сегодня это заканчиваем. Завтра продолжим с Божьей помощью. Это мы закончили 12-й отрывок 3-й главы. И короткий 8-й совет, 8-й совет в книге «Хэппинес», так как царь Самон сказал, что чем нам заниматься? Только радоваться. Поэтому 8-й совет, 8-й урок в книге «Хэппинес» называется так. Мудрые выборы. Vice choices. Он говорит, вот, например, семья пошла в зоопарк. И вот они подъезжают на такси к зоопарку, и за несколько кварталов, значит, огромная пробка, очередь невозможна подъехать. Значит, таксист говорит, вам лучше выйти, потому что час вы будете стоять тут в пробке. И вот семья выходит из такси, и кто-то начинает в семье ворчать, вот, нам опять не повезло, что за дела, кака эти пробки. А кто-то говорит, вау, мы сейчас, смотрите, какой прекрасный день, мы пройдемся, светит солнышко. Он говорит, мудрые выборы, это когда ты выбираешь, на чем фокусировать свое внимание. И есть люди, которые фокусируют свое внимание только на плохом. И они все время в стрессе, они все время разочарованы. А есть люди, которые, значит, они выбирают фокусироваться на том, что приносит им happiness. И он говорит, happy people make happiness producing choices. Он говорит, счастливые люди делают просто выборы, которые создают их счастье. И как они это делают, фокусируя на том, что им нравится. И всегда почти, он пишет, почти всегда есть выбор. Некоторые люди автоматически обвиняют и жалуются, потому что они привыкли видеть вот эту вот негативную ложь и дегтя, негативную часть реальности. И теперь он говорит, мудрые люди спрашивают всегда себя, да? What can I focus on now that is enjoyable? Он говорит, на чем я могу сфокусироваться сейчас, что принесет мне радость и удовольствие? Это так делают мудрые люди. Теперь кто-то скажет, ну это же тяжело все время выбирать. Он говорит, нет, это вообще не тяжело. Первую неделю тебе надо напрягаться, вторую надо напрягаться. А через какое-то время твои уже выборы становятся тоже автоматическими. И ты видишь вокруг, видишь вокруг, это становится твоей second nature, твоей второй натурой. И, значит, тебе нужно сейчас сконцентрировать свои усилия на том, чтобы какое-то время выбирать осознанно. А потом это станет твоей автоматической программой. Все, что я вам и желаю, чтобы мы видели прекрасное вокруг себя, и не упускали вот этот срок порадоваться. Потому что если сейчас, в данный момент, есть срок радоваться, и есть возможность радоваться, не надо выдумывать себе какие-то сложности, которые, может быть, придут завтра. Потому что если придут, то в тот момент и будем думать. А сейчас надо радоваться, благодарить Всевышнего. И Всевышний тогда за такую благодарность даст нам все, что нужно. Вот поэтому очень советую вам благодарить Всевышнего за все, что он нам дает. И Всевышний нам будет давать всегда больше и больше. Все, всем удачи, успехов. До завтра. И сейчас у нас будет в 11.00 для партнеров и спонсоров Вайкра, те, кто деньгами помогают нашей платформе развивать уроки Торы, значит, будет урок, как получить от Всевышнего благословение на богатство. Поэтому, если кто-то хочет к этим урокам присоединяться, то найдите где-то кнопочку «Помочь» в Вайкра, и те, кто помогают эти уроки создавать и распространять, они же потом получают отдельное знание от Всевышнего, как получать еще больше благословения. Все. И как говорил царь Самон в притчах, что благословение Бога, оно обогащает, и нету грусти с ним. То есть, если человек своими усилиями слишком старается, то у него есть всегда обратная сторона медали. Если он идет против воли Бога, то тогда у него есть за это расплата. То есть, так работает система. Но если это благословение Бога обогащает, то нету с ним никакой обратной стороны. То есть, если ты получаешь через браху деньги, то у тебя есть только от этого радость, удовольствие, и нет никаких последствий и, как там называется, ну, вредность, знаете, как есть? Тот саотливай, по-моему, это называется. Побочные эффекты, да? Все. Всего хорошего. Значит, те, кто хотят присоединяться к партнерам и спонсорам Вайкра, найдите кнопочку «Помочь Вайкра». Стоит 50 долларов в месяц. Это партнеры помогают и участвуют во всех уроках. У нас в месяц 30 тысяч часов изучения Торы на разных-разных уроках. И у каждого, кто помогает, есть доля. То есть, вы распространяете божественный цвет. А спонсоры – это те, кто дают 100 долларов и больше. У них есть еще отдельные, отдельные возможности. Кнопочки не видно в YouTube, к сожалению, да? Но посмотрите Вайкра, наберите в Телеграме, и вы сразу найдете в Телеграме канал Вайкра, и там можно присоединиться, помочь. Вайкра – В-А-И-К-Р-Э-Ш. Рэ-Ш – это на иврите. Р-Э. Вайкра – называется наша организация. Ивазвал – это слово переводится с иврита – Ивазвал Всевышний к Моше, к Моисею. Моисею он передал Тору, еврейскому народу и всему миру. А мы стараемся усилить этот сигнал и преподаем книги Торы на русском языке, стараемся самым простым, понятным способом. Все, всем удачи, до встречи. Каждое утро у нас здесь с утра урок. Субтитры создавал DimaTorzok